Сегодня отмечается День военно-морского флота. В эти минуты торжества проходят в Севастополе, где тоже празднуют День ВМС Украины. В город-герой приехали президенты обеих стран Владимир Путин и Виктор Янукович. Главы государств смотрели боевые корабли Черноморского флота и ВМС Украины, которые выстроились для парада в акватории города. Поздравляю вас с Днем военно-морского флота России и Днем флота Украины. Сегодня мы отмечаем эти знаменательные праздники вместе. И символично, что центром торжеств стал Севастополь. Именно здесь, в Ахтиарской бухте, 230 лет назад была заложена база для кораблей Черноморской эскадры. Севастополь вырос в большой и прекрасный город. Легендарный город-герой. Город нашей общей, немеркнущей ратной славы. Где закалялось боевое братство наших народов, слагались страницы их общей истории, в которой особую роль всегда играл флот. Мы ценим и дорожим нашей дружбой с Россией. Украина и Россия были и остаются стратегическими партнерами. Здесь, в Севастополе, это особо ощутимо. Здесь крепится морское братство Украины и России. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить надежное будущее всем труженикам моря. А украинские и российские флаги на наших кораблях будут символом дружбы, надежности и процветания. Парады также проходят на базах во Владивостоке, Балтийске и Североморске. Всего в торжествах примут участие почти 200 боевых кораблей и судов. Так, в Приморье после построения личного состава и поднятия Андреевского флага, моряки возложили венки к вечному огню мемориала морякам-тихоокеанцам. Затем зрители увидели театрализованное представление про военную историю России и ее флота, разумеется, с демонстрацией возможностей боевой техники. Продолжение следует...